Политолог Владимир Фисенко присоединяется к нашему эфиру. Владимир Вячеславович, рад приветствовать. Добрый день. Здравствуйте. Владимир Вячеславович, 24 февраля. Естественно, визиты символичны, естественно, визиты важны. Но в этих визитах чего больше, по вашему мнению, вот того самого символизма или все-таки конкретики? Я думаю, что это не только символизм, хотя он, конечно, присутствует. Самое главное – это демонстрация солидарности и поддержки Украины. Вот это самое главное. Но в рамках этих визитов, во-первых, были подписаны несколько соглашений о сотрудничестве Украины в сфере безопасности, в частности, с Канадой, с Данией, с Италией. Вот это очень важно, потому что продолжается тенденция подписания соответствующих договоров с нашими международными партнерами. И это договора на долгосрочный период, на десятилетний период. И для нас это фактически формирование и коалиции наших партнеров, подтвержденной уже юридически на основе стандартов международного права. И это, по сути, формирование новой архитектуры безопасности вокруг Украины, в поддержку Украины. Не только сейчас, на время нынешней войны против российского вторжения, но и на долговременный, как минимум на десятилетний период. Вот это принципиально важно. Ну и, конечно, вот каждый из стран, чьи представители, либо руководители, либо министры посетили Украину в эти дни, во время каждого визита речь шла о новом пакете военной и экономической поддержки Украины. А для нас сейчас это очень важно, потому что война находится на очень непростом этапе. Российские войска пытаются проводить наступательные действия. Есть, к сожалению, проблема с задержкой американской военной помощи. Поэтому вот и европейские партнеры, и не только европейские, в частности Канада, вот в этот непростой период оказывают нам срочную и необходимую помощь. Мы говорим о гарантиях безопасности. И, конечно же, это то, что для нас в жизни важно. Соглашения об этих самых гарантиях безопасности с Соединенными Штатами Америки должны будут стать одними из самых сильных. Об этом уже сделали заявление в Офисе Президента. Может быть, вам известны какие-нибудь уже наработки? Что будет, скажем так, козырем, может быть, нюансом и какими-то основополагающими моментами этого соглашения, которые действительно станут самыми сильными из тех соглашений, которые уже подписаны? Ну, смотрите, я бы сейчас не торопился с прогнозами. Вот с оценками, с эпицитами, самое сильное соглашение. Соглашение с каждой из стран, которую мы подписываем, оно отличается. Во-первых, они, вот самое главное, что общего в этих соглашениях, то, что повторяется практически в каждом соглашении, это закрепление тех форм поддержки Украины. Я бы использовал вот именно этот термин. Потому что гарантии безопасности по-разному воспринимают. Некоторые дипломаты, эксперты критикуют этот термин. Тем более, его нет в самом тексте договоров. Но есть то, что по сути является такими гарантиями. Это формы поддержки Украины, которые оказываются уже сейчас, в настоящее время. И которые предлагаются и закрепляются в текстах этих договоров на десятилетний период. Вот сам десятилетний характер соглашений, это общая их черта. Дальше. Сохранение военной поддержки Украины, поставок оружия и боеприпасов. Финансовая и макроэкономическая поддержка Украины, а также поддержка процесса реформ в Украине. Поддержка содействия военному производству в Украине. И санкции против России. А также механизм реагирования на случай, если в перспективе Россия вновь пойдет войной против Украины. Каким образом оперативно будут реагировать наши партнеры на сам факт такой агрессии. Вот это общие характеристики. То, что есть в очень похожей форме во всех текстах договоров. Это их общая черта. Но при этом есть и отличия. Потому что есть страны, где, например, запрещено поставлять оружие по Конституции на территорию стран, где идут военные действия. Поэтому, например, соглашение с Японией, которое готовится, оно здесь будет отличаться. Соглашение с Германией, оно несколько, в плане, например, вот вопросов по поддержке евроатлантической интеграции Украины, оно несколько более умеренное, нейтральное, чем соглашение с Великобританией и Францией. Тут есть отличия. Но зато в соглашении с Германией есть акцент на содействие, создание международного трибунала по наказанию войных преступников за преступления, совершенные во время войны против Украины. Вот это нюансы. Каким будет соглашение США? Я бы не торопился сейчас с выводами. США главный наш партнер. И там сейчас очень непростая внутренняя ситуация. Идет очень сложное, острое предвыборное противостояние между республиканцами и демократами. И, кстати, по этой причине, к сожалению, пошли на такой формат, что подписанные соглашения не будут ратифицироваться в парламентах. В перспективе, насколько мне известно, украинская дипломатия будет бороться за то, чтобы статус этих соглашений был повышен, для того, чтобы они ратифицировались в парламентах. Но даже в нынешнем виде, в нынешнем формате, это беспрецедентное соглашение. У нас никогда не было таких соглашений ни с одной страной мира. То, что подписывается сейчас со странами Большой Семерки. Из США у нас таких соглашений не было. Какие там будут нюансы, будем оценивать, когда будет текст этих соглашений. А заниматься гаданием на кофейной гуще я сейчас не собираюсь, потому что это очень деликатная, кропотливая работа. И сейчас, я думаю, неуместны любые утечки о содержании этого документа. Да, в любом случае, политическая борьба внутри Соединенных Штатов Америки довольно напряженная, хотя последствия ее распространяются далеко за пределы самих Соединенных Штатов. В частности, Блумберг сообщает о том, что завтра может состояться или состоится встреча президента Соединенных Штатов Америки Байдена с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Будут обсуждать ряд вопросов, в том числе и разблокирование тех самых миллиардов на выделение помощи для Украины, Израиля и Тайваня. Как вы считаете, насколько в имеющихся условиях это может быть продуктивная встреча? В чем проблема? В том, что на ситуацию в Конгрессе очень влияет предвыборная борьба между республиканцами и демократами. Градус этой борьбы беспрецедентный. Я ничего подобного просто не помню. Некоторые наблюдатели говорят, что, наверное, за весь 20-й век ничего подобного не было в такой остроте отношений между республиканцами и демократами. И, например, установка Трампа, она очень очевидна. Никаких компромиссов с Байденом. Это мешает. Это плюс острый конфликт вокруг вопроса мексиканской границы, об усилении контроля на мексиканской границе, о том, что финансировать надо в первую очередь мексиканскую границу. При этом часть республиканцев отказывается поддерживать любые компромиссные варианты, в том числе по границе с Мексикой. Вот это очень серьезная проблема. Поэтому гарантировать, что эта встреча даст результат, к сожалению, я бы не был таким бесшабашным оптимистом. Опять-таки из-за нынешних особенностей отношений между Трампом и Байденом, республиканцами и демократами. Тем более, что это не первая такая встреча, и далеко не все они давали результат. Но сейчас надо договариваться в первую очередь о продлении бюджета. Вот до чего дошла история вот этих предвыборных конфликтов в США. Они бюджет не могут утвердить на текущий год. Для самих себя. Не то, что помощь Украине, Израилю. Для самих себя не могут утвердить бюджет на текущий год. И они уже несколько раз продлевали этот бюджет на два месяца. То есть такой временный формат. И сейчас, в марте может закончиться финансирование текущих бюджетных поступлений для федерального правительства. Поэтому надо договориться как минимум об очередном двумесячном продлении бюджета. И одновременно будут искать формат, как поддержать Украину. Либо в формате, предложенном Байденом. В чем у меня пока есть сомнения. По причине, о которой я сказал. Республиканцы не будут поддерживать любую инициативу Байдена и демократов. В Конгрессе готовят несколько республиканцев. Готовят несколько своих вариантов. Компромиссных вариантов. Которые предполагают финансирование поддержки Украины. В первую очередь, военной поддержки Украины. Поэтому будем надеяться, что тот или иной формат решений будет найден. Да, будем внимательно следить за этими событиями. Поскольку они напрямую, как ни странно, касаются и нашего вопроса. И украинской поддержки. Владимир Вячеславович, спасибо большое. Спасибо за вашу профессиональную оценку происходящего. Спасибо за информацию, которую вы предоставили. Владимир Фисенко, политолог, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо большое. Все доброе. Субтитры подогнал «Симон»